Образ ведущей из салон красоты Ля Санте, студия стиля Бондия. Как вы думаете, что непременно стоит сделать в сентябре? Вероятно, купить уютную пижаму, которая будет согревать до весны. Много-много книжек, которые так здорово читать дождливыми вечерами. Хотя бы один раз сходить по грибы и покататься на аттракционах, пока они еще работают. И, конечно, в сентябре обязательно стоит посмотреть новый выпуск нашей программы. Это ГТО. Меня зовут Наталья Исаблина. Сегодня все самое главное. Удивительные вещи все еще случаются. Одна из них случилась на минувшей неделе в прокуратуре Оренбургской области. Здесь прошло заседание Общественного совета. Впрочем, в том, что данный совет собрался, удивительного как раз ничего нет. Уже 8 лет работает этот институт взаимодействия прокуратуры с обществом. Удивительным стал повод для этого заседания. Предприниматели и защита их прав. Удивительным был и состав совета. Прокурор области, оренбургский бизнес-омбудсмен, министр экономического развития региона и прочие не менее официальные лица. Еще более удивительным стал главный тезис последнего летнего дня, постоянно звучащий в зале. Деятельность всех контролирующих органов должна быть направлена исключительно на развитие бизнеса. В какой-то момент у меня даже создалось впечатление, что предприниматель сегодня – это какой-то особый привилегированный класс. Только через развитие предпринимательства возможно укрепление государственности. Нужно создать условия, вот сегодня Сергей Петрович об этом неоднократно подсрочно подчеркивал. Во-первых, не мешать, и второй – поддерживать. Итак, позиция областной прокуратуры однозначно. Развитие предпринимательства – дело особой государственной важности. Все, кто мешает этому процессу, должны нести самое суровое наказание. Вплоть до уголовного. Мы же говорим о свободе экономической деятельности, о свободе предпринимательства. Свобода предпринимательской деятельности невозможна без активного участия в этом процессе самих предпринимателей. В этих условиях становится особенно заметна роль государственного института, уполномоченного по защите прав предпринимателей. Прокурор области Сергей Бережицкий и оренбургский бизнес-омбудсмен Виктор Коршунов отлично дополняют и развивают возможности друг друга. Самое главное, что прокуратура на сегодняшний день, наверное, основной партнер нашего аппарата, который создан в Российской Федерации, Борисе Ильичем Титовым. У нас все федеральные встречи проходят с присутствием представителей федеральной прокуратуры. Еще недавно определяющим для предпринимательской деятельности была формула на свой страх и риск. Похоже, страхами предпринимателей теперь всерьез займется государство. Так что, может, стоит рискнуть? Просто удивительно, сколько фактов ученые собирают о самых разных сферах нашей жизни. Не обошли они вниманием и в ванную комнату. Среди прочего удалось установить, что 33% женщин с просонье чистили зубы не зубной пастой, а какими-то другими средствами. А 70% гостей очень любят рассматривать содержимое полочек, расположенных в ванной. Не представляю, какую пользу могут принести обществу эти знания, поэтому лично я предпочитаю собирать гораздо более ценные факты. Все они в нашей традиционной рубрике советуют эксперты. Для того, чтобы в доме было тепло и уютно и зимой, и летом, важно еще на этапе строительства грамотно продумать и спроектировать систему водоснабжения и отопления. Нюансов в этой сфере масса, и без советов настоящего эксперта просто не обойтись. Каждый человек по-своему строит свою систему. То есть он может выбрать и такую, и такую трубу. Самое главное, чтобы был качественный товар. Профессиональные монтажники не понаслышке знают, кому из производителей можно доверять. Фирма «Валтек» производит массу деталей для строительства систем отопления, водоснабжения. В том числе очень популярны металлопластиковые трубы фирмы «Валтек». Большой ассортимент соединительных деталей делает возможным любые конструкции. Здесь используется только высококачественная латунь, очень высокий контроль качества за каждым изделием. С трубами разобрались, займемся отоплением. В современном доме очень часто используют систему отопления теплыми полами водяными. Вот эти коллектора, всевозможные смесительные клапана, узлы помогут сделать более комфортное проживание в доме и, естественно, снизить энергопотребление. Эксперт дает советы по выбору котла. Сейчас очень качественно делают настенные котлы, которые могут также справиться с отоплением и с подачей горячей воды. Если, конечно, у вас большой дом, то без наполевого котла не обойдешься, потому что настенные котлы, они ограничены по мощности. И радиатора. Алюминиевые радиаторы – это целиком сделанные из алюминиевого сплава. Кремний придает радиатору более прочность, более стыки к коррозии. Биметаллический радиатор служит для более жестких условий эксплуатации. То есть это в высотных домах многоэтажных, где более давление и более высокая температура. Немаловажным в своем доме является вопрос полива приусадебного участка. Представлено большое количество всевозможных насосов. Любой человек может прийти и подобрать тот насос, который нужен. Кроме этого, есть система фитингов для того, чтобы каждый человек мог сам сделать у себя систему полива на собственном участке. А вот такие помощники обеспечат бесперебойную подачу воды. Чем больше точек потребления, тем больше емкости должен быть гидроаккумулятор. И, конечно, самый приятный этап – выбор элементов водоснабжения, которые всегда на виду. Сейчас выбор просто шикарнейший. Я рекомендую, конечно, латунные покупать смесители для дома. А для производства можно и попроще смесить или подешевле. Мы благодарим экспертов за ценные советы и желаем всем, кто занят строительством, уюта и тепла в новых домах. Магазин «Фитинг». Все для водоснабжения и отопления. Телефон 45-22-77. Понедельник – день тяжелый. И это не пустые слова. Ученые доказали, что среднестатистического работника в этот день хватает в среднем на три часа. После чего эффективность его труда начинает стремиться к нулю. Но настоящие предприниматели могут работать одинаково эффективно и в понедельник, и в воскресенье. Об одном из таких – наш следующий сюжет. Бизнес в России никогда не был легким занятием. Предпринимательство – это не профессия, это образ жизни. И надо помнить, что предприниматель всегда рискует. Нужно уметь просчитывать наперед, изучать ситуацию, проводить исследования, прежде чем начинать свое дело. А начав – не отступить. Александр Сергеевич Бородин начал свой бизнес именно так – взвешенно и ответственно. И вот у него уже филиальная сеть в Оренбургской области. А его заслуги признаны не только среди коллег, но и во множестве общественных организаций, чья цель – поддержка и развитие предпринимательства. Вижу, что настало время таким же бизнесменам, как я, действовать и идти вперед. Мы привыкли думать не только о сегодняшнем дне, а о завтрашнем и послезавтрашнем дне развития собственного бизнеса и развития нашего региона. В условиях сложившейся системы взглядов на предпринимательство слова успешного бизнесмена Александра Бородина звучат чуть ли не вызывающе. Ничуть. Я вкладываю свою энергию в будущее и привык опираться на собственные силы. Соответственно, я делаю это для того, чтобы жить лучше и интереснее. И никогда не перекладываю ответственность на государство. Я привык платить за себя сам. Для Александра Бородина, яркого представителя нового российского делового сословия, понятие «бизнес» и «успех» неотделимы от таких понятий, как репутация, деловая этика, развитие региона. Я уверен, что несырьевой бизнес укрепит экономику, локомотивом потянет ее вперед. Настало время нормальной здоровой конкуренции, правила которым мы должны придумывать сами. Главный инструмент для решения большинства социальных проблем, считает Александр Бородин, это создание высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, вовлечение оренбуржцев в активную предпринимательскую деятельность. Предпринимательство способно решить проблему с рабочими местами, улучшить социальное состояние каждого гражданина Оренбурга, каждого гражданина нашей страны, увеличить количество рабочих мест и тем самым подтолкнуть к улучшению жизни каждого гражданина нашей страны. Александр Бородин – источник и движущая сила, набирающая обороты и авторитет риэлторской компании. Он вдохновляет десятки людей и заставляет их создавать, а не созерцать. Он концентрирует энергию других и направляет ее на реализацию общей цели. И мы уверены, за такими, как Александр Бородин, будущее, а значит и правда. Знаете ли вы, откуда пошло выражение «дело выгорело»? В давние времена, в случаях, если заведенное судебное дело вдруг исчезало, человеку не имели права снова предъявить обвинение. Поэтому дела нередко сгорали, совершить поджог деревянных зданий не составляло никакого труда. И обвиняемый с радостью произносил выражение «дело выгорело». Сегодня эта фраза используется не только применительно к судебным процессам, но и во всех ситуациях, которые разрешились благополучно и удачно. О крылатых выражениях и ярких героях современной юриспруденции наш следующий сюжет. Сергей Фомин – человек в городе известный. Он ведет собственную юридическую практику, научную работу, преподает в одном из самых престижных вузов города и при этом весьма активно занимается общественной деятельностью, которая получила особое признание. В нынешнем году Сергей Фомин стал победителем ежегодного муниципального конкурса «Человек года» в номинации «Юрист года». Такая высокая награда не случайна. Профессия юриста для Сергея имеет совершенно особенный смысл и предназначение. Работа юриста, она, в моем понимании, не только работа, направленная на достижение каких-то конкретных целей, конкретного человека, но и польза для общества. То есть какие проекты мы реализовывали. То есть проект защиты прав предпринимателей. В полной мере реализовать это предназначение Сергею позволил Институт бизнесом ботсменов, который ведет свою работу в Оренбуржье не только активно, но и эффективно. Предпринимательское сообщество сегодня очень сильно нуждается в поддержке. Поддержке не в плане того, что их нужно финансировать. Бизнес он должен сам зарабатывать. Но в такой ситуации непредсказуемой системы законодательства строить бизнес и вкладывать свои интеллектуальные и финансовые ресурсы в проект очень рискованно. Между тем поддерживать предпринимательство, делать его менее рискованным важно и нужно. Ведь малый бизнес не просто основа экономики. Это своеобразная подушка безопасности на случай внезапных мировых финансовых или политических катаклизмов. Человек, когда он занят, когда он своим трудом зарабатывает деньги, когда он способен еще кого-то вовлечь в этот процесс, сам платить заработную плату, возникает очень хорошая ситуация в плане социального. Работа по защите прав предпринимателей в области ведется системно. Институт бизнес-омбудсменов помогает находить разумные компромиссы между задачами государственных органов и интересами предпринимателей. Причем компромисс всегда лежит в рамках правового поля. На первый взгляд невыполнимая задача. Однако такие примеры не просто есть. Были отмечены и уполномочены при президенте Российской Федерации Борисом Юрьевичем Титовым в своем докладе президенту России Путину. Наш опыт, Оренбургский, решение некоторых конфликтных сложных ситуаций, он был представлен как один из лучших опытов. Еще одна проблема, которая сдерживает развитие современного бизнеса – кадры. Опираясь на огромный опыт преподавательской деятельности, Сергей Фомин и на этот счет имеет собственное мнение и четкую программу действий. Нужно, чтобы сами предприниматели подготавливали, растили себе кадры. Этих примеров уже очень много. Их просто нужно эти опыты собирать, тиражировать, лучшие практики внедрять. И, конечно, Сергей Фомин четко понимает, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Сегодня в стране создано достаточное количество механизмов, позволяющих вести бизнес эффективно и участвовать в любых процессах, вплоть до закона творчества. Мне кажется, что нужно более и более активно предпринимателям в этот процесс включаться, создавать сообщества. Они очень разрознены. Сегодня торгово-промышленная палата делает огромнейшие усилия в этом направлении. И кое-какие успехи уже есть сегодня. Прокуратура Оренбургской области, специальный отдел для этого защиты прав предпринимателей. Они принимают жалобы, проводят разъяснительную работу. Я думаю, что если мы в этом направлении все будем двигаться более активно и более, как-то сказать, сплоченно и обдуманно привлекать в свои ряды профессиональных юристов, предпринимателей, которые эти проблемы могут нормально сформулировать и предложить путь их решения, я думаю, у нас все получится. Волшебной вам осени и до новых встреч в эфире!